Благотворительный фонд «Это чудо» при поддержке Министерства образования и молодежной политики Чувашии представляют социальный проект «Мой новый друг». Начало самостоятельной жизни для любого молодого человека – особый этап, связанный с решением задач разной степени трудности. Для выпускников детских домов этот период сложен вдвойне. От того, кто окружает ребенка в этот период, какую поддержку оказывает, зависит успешность его самостоятельной жизни. Для 12-летней Жени настало замечательное время. Учебный год завершается, на улице тепло и солнечно, хочется почаще бывать на природе, любоваться весенним цветением. Уже немного увлечений, обычных для девочек ее возраста. Спорт в Жениной жизни занимает большое место. Она сильная, легкая. Ей нравятся активные игры, различные соревнования. Сегодня она вместе с друзьями отстаивала честь своего центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в республиканском кроссе для воспитанников детдомов и интернатов. Кстати, Женина команда в этот раз победила. И, похоже, впереди у нее будет еще немало побед. Девочка она целеустремленная. Сильный характер. И она, я думаю, добьется того, чего хочет. Она хочет быть не хуже других. И у нее это получается. Она ответственна, она аккуратна. Она всегда выполняет те поручения, которые ей дают. Участвует во всех и классных, и школьных мероприятиях. Она у нас сразу же записалась в кружок шашки и шахматы. И за команду класса играет, и за команду школы играет. И у нее есть хорошие результаты. А вот на вопрос мой, какие предметы тебе больше нравятся, она ответила, она не смогла выбрать. То есть, ей все предметы нравятся. Именно поэтому Женя пока не определилась, кем хочет стать и чего хочет добиться в жизни. Мечты у нее разные. Я, когда маленькая была, я хотела стать, ну, в полиции работать. А сейчас? А сейчас, я еще не знаю. Может, поваром. Ну, вот, например, если пофантазировать, да, помечтать, вот что бы ты хотела? Наверное, создать коллекцию одежды. Несмотря на то, что в детском доме Женя живет всего полгода, и, соответственно, столько же ходят в новую школу, и одноклассники, и воспитатели, и учителя уже почувствовали ее позитивное отношение к жизни и искреннюю симпатию к людям. Она говорит, я даже не хочу уезжать, даже после девятого класса я не хочу уезжать отсюда, мне здесь очень нравится. Потому что вот она пришла к нам в октябре этого учебного года и практически сразу нашла общий язык с одноклассниками, с девочками, подружилась сразу же. И продолжает дружить с ними. В детском доме Женя тоже быстро сошлась со всеми, так что дефицита общения у нее нет. Единственное, что необходимо, участие в жизни взрослого человека, который помог бы ей со временем сделать первые самостоятельные шаги. Я бы хотела, чтобы у меня был хороший наставник, чтобы он подсказал, как в жизни. Другом и наставником можете стать вы. Звоните 8 8352 76 68 68 8 967 476 68 68 Или заполните анкету на сайте www.наставник21.ru Специалисты вас обучат, сопроводят и помогут подобрать воспитанника. Для создания видеоанкет и обучения наставников нам необходима финансовая поддержка. Помочь проекту можно, отправив СМС со словом «Наставник» на номер 3434. Стоимость СМС 50 рублей на номер 3434. Поддержка проекта «Министерство образования и молодежной политики Чувашии. Национальная телерадиокомпания Чувашии». Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, представленного фондом президентских грантов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова